а теперь татьяна санна вот в деревне это я вам написал дать почему конечно неудачно морозов нет резать нельзя а надо вот так что придется еще раз приехать когда обещают теплый декор теплый ноябрь может быть даже я всем говорю приватчикам не обижайтесь на меня пока не усталеть дневная температура не будет хотя бы 10 дневная 10-12 градусов и резать не буду полный сон не 10-12 а минус 10-12 минус 10-12 вот и тогда получается резать а резать вот танечка подержи а я сфотографирую вот это вот остается на развитие с одной почки с трех почек получается обычно три подъема то есть это дерево маточная она допустим сколько тут веток отрезается на 10 на следующий год 30 а сейчас живет 100 но потом они станут короче но это уже маточные деревья вот пожалуйста но и еще чтобы закончить с обрезкой обрезка еще страшнее чем те кто пишет режьте 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 каждый абрикосов называется ежегодная обрезка я выбрал фотографии чтобы извиниться мне будет человек 50 просить выставить черенки черешни прошлом году я вышел может быть не всем просила посмотрите 30 выслал где-то 10 полностью погибла одна черешня 2 погибает это 3 2 как погибает здесь я не нашли ты эту сонука а вот она вот долго она протянет кстати если это а это черешня настоящая южная если это грибы а это грибы если к вам научат эти же у которой ну просто с ума сошли потом увидите эти самые я фотографии делал прямо с экрана потом покажу опять вот это все надо сгребать стирать 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 вот ход идут все не только теперь это стало проклятием там идут стамески ножовки задней стороны металлические щетки чаще всего вот напильники вот и самое страшное паяльная лампа тот кто это пишет а не знает что паяльная лампа сразу убивает вот эта вот кора сразу мертва все тут не то что там только тронь я когда у меня 40 тысячи пятьсот тысячи деревьев плодоносящих да выжило 2-3 десятки а травы то было вот так а деревья были вот с такими вот штампами представляете травка полила мертво и когда я прочитал в авторитетических чеках что когда берете грибы берите паяльную лампу ну как ее остановить я ничего говорю я уже несколько по мере называл да но эти то ладно эти у них они же зарабатывают деньги у них сценарий они не может и скажут паяльная лампа вот они им сказали это неделю назад они уничтожали муравейник ядами сыпали причем что интересно они взяли подошли в муравейник у такого дерева 2-3 обхвата старое-старое и под ним муравейник он защищал пятьдесят сто лет от грибов не от этих муравьев от гусениц они разносит этому сто летнему дереву для это это по щекотать вот все вот я уничтожил у себя себя нет уничтожил вот это очень то же самое идиотки вот я вынужден я не должен оскорблять но я не знаю как можно ведь они же не просто допустим они это дерево болеть будет потом когда муравейник и там же отравится почву под ним пусть она большая может не заметит несколько килограмм этих ядов может заметить но когда уже ученые ученые настоящие ученые видимо где-то прочитал сам сам-то конечно пойми я не верю что женщина пойми лапу уже дерево сразу погибло а так вот перед этим я замечание сделал там было написано что коровяк берешь обдираешь ножом с мясом а потом коровяком я конечно понимаю 19 век вот после этого коровяк исчез появилась появилась лампа уж пусть лучше коровяк да уж пусть лучше коровяк там где-то его проверить достать невозможно коровяк особенно под москвой дачной массива там последнюю корову зарезали еще до перестройки так же а продавать никто не продает его как кому нужен я веду коровяк это свежая лепешка это лепешка да да так разговариваю себя также скоро меня сменишь больше точно так же еще похуже и мат прорываться будет ладно вот это второй момент средний так вот это вот я просто отрезал пару веток на прививку ребята не просите меня не просите я бодро звонил я продал этих сам его эти косточки продал деньгами поделился поделился ну вы сейчас с ним договоришься счет черенков они вот так вот но правда и лежит грустная тема не просите у меня черенки черешни персики и и и и и и и и